Привет, я Джон Холл из Move Magic Великобритании. Сегодня я собираюсь показать вам двух роботов от разных брендов с одинаковыми возможностями стрижки газонов и похожими ценниками. Два продукта, о которых я расскажу не столько о функциях и программным обеспечениях, которые уже хорошо изложены в интернете, сколько о физических размерах в пользовательском интерфейсе, ножах, колесах и подвесках, о датчиках столкновения, ведущих колесах и двигателям. Также я собираюсь внимательно рассмотреть и сравнить печатные материнские платы, аккумуляторы, зарядки и кабели. Так что если вас не интересуют подробности того, что внутри этих роботов и как они сделаны, вы можете пропустить это видео. Также стоит упомянуть, что большинство сравнений, сделанных в этом видео, также применимы к трем вариантам моделей от каждого бренда. На платформе Husqvarna 310 построены модели 315 и 315X. По сути, все три модели имеют одинаковую электронику, двигатели, ножи, некоторые дополнительные характеристики. Максимальная площадь кошения – это единственное реальное отличие этих трех моделей. То же самое касается и L20 Elite. У этого робота тоже есть два родных брата – версия L20 Deluxe и L20 Elite S+. У них также одинаковые платформы, но с разными техническими характеристиками и ценниками. Оба сравниваемых робота предназначены для газонов до 10 соток. Это хорошее сравнение, чтобы увидеть, как устроены два робота и что вы на самом деле получаете за эти деньги. Здесь у нас представлены Husqvarna 310 и L20 версии Elite. Husqvarna 310 – расчетная площадь газона до 1000 квадратных метров, имеет встроенное базовое подключение Bluetooth, продается примерно за 1300 фунтов стерлингов. Ambrojo L20 Elite также предназначен для газонов площадью до 1000 квадратных метров и, несмотря на свои сверхмалые размеры, он может выполнять работу намного быстрее, чем 310. Он также использует более современный протокол Bluetooth 4 для подключения к мобильному приложению и продается по цене около 1100 фунтов. Ambrojo L20 Elite также оснащен GPS-навигацией и оснащен модулем GSM Connect для оповещений, отслеживания при краже и подключения к мобильному приложению через мобильный интернет. Хорошо, теперь давайте сравним физические размеры двух роботов. Ширина Husqvarna 310 – 50 см, длина – 62 см. Ambrojo L20 имеет ширину 29 см и 42 см в длину. Так что вы можете видеть, что это гораздо более компактный робот, поэтому, когда он находится на вашем газоне, он физически будет занимать намного меньше места. Если мы развернем двух роботов, чтобы вы могли рассмотреть их снизу, вы заметите, что внутри ухо Husqvarna по кругу много пустого пространства. У него более габаритный корпус и довольно большое расстояние между кончиком лезвия ножа и внешним корпусом робота. На Ambrojo все намного компактнее. Вы можете видеть, что расстояние между корпусом и лезвием намного меньше. Для подъема и переноски у Husqvarna здесь есть ручка, расположенная под задним бампером, так что вы можете взять его и перенести. А на Ambrojo на самом деле есть две ручки для захвата с каждой стороны корпуса, поэтому вы можете легко поднимать и переносить его. Это очень легко. Скорее, оно гораздо более интуитивно понятно в использовании, и вы, вероятно, найдете его более простым для выполнения всех настроек именно с помощью телефона, чем нагибаться и пытаться рассмотреть что-либо на этом монохромном экране в вашем саду. Ambrojo L20 отличается упрощенным набором элементов управления вместо большого цветного сенсорного дисплея, который вы увидите на большинстве других моделей роботов Ambrojo. Здесь у нас всего пять кнопок. Кнопка аварийной остановки, автоматического режима, остановки и запуска, включение и выключение, кнопка возврата на зарядку. Есть пара светодиодных индикаторов и значок состояния батареи. Здесь у вас также есть датчик дождя. Но не позволяйте этой минималистичной клавиатуре обмануть вас. Этот робот чрезвычайно мощный и сложный, и есть множество настроек, по-прежнему доступных в мобильном приложении для смартфонов на iOS и Android, к которому можно подключиться через Bluetooth для более расширенных настроек, или вы можете подключиться к нему с помощью встроенного модуля GSM для повседневных операций, таких как возврат на зарядку, держаться подальше от какой-нибудь области газона, или просто отслеживать ее с помощью встроенного GPS-трекера на спутниковой карте. Ножи. Давайте подробнее рассмотрим режущие системы этих двух роботов. Начнем с Husqvarna 310. Ширина стрижки этого робота составляет 22 см. Система стрижки состоит из трех отдельных лезвий центробежного типа, которые прикреплены к пластиковому диску. Застренная режущая кромка 2 см, из которой около 6 мм может соприкасаться с травой. То есть около 6 мм на самом деле выступает за пределы этого алюминиевого скользящего диска. В инструкции по эксплуатации производитель Husqvarna рекомендует менять эти лезвия каждые 3-4 недели, и они снабжают вас несколькими запасными винтами и комплектом сменных лезвий. Поэтому владельцу робота придется довольно часто заменять эти лезвия. Другая вещь, на которую стоит обратить свое внимание, это на достаточно большое расстояние между внешним корпусом робота и кончиками режущих лезвий. Поэтому, если ваш робот будет стричь кромку газона у забора, живой изгороди или стены, то минимальная ширина нескошенной травы, которую этот робот оставит, составит 15 см. Это довольно большое расстояние, поэтому вам нужно будет подстригать эту полоску нескошенной травы. Сейчас мы собираемся снять этот диск и посмотреть, как он работает. Чтобы можно было снять эти лезвия, нужно совместить отверстие в диске с этими винтами под крестовую отвертку, открутить и извлечь их. Я сниму этот скользящий алюминиевый диск, чтобы вы могли лучше видеть, как выглядят лезвия и как они прикреплены к пластиковому диску. Хорошо. Вы можете видеть, что это настоящий режущий диск. Он сделан из АБС-пластика, и у него есть латунные резьбовые вставки, отлитые в диске. Поэтому сами лезвия крепятся этими винтами с крестообразным шлицом к этим вставкам. Так что вы можете немного яснее понять, как это все работает. Теперь мы можем снять сам диск. Сначала снимем подшипник пластины скольжения, а затем три винта, которыми он крепится. Это настоящий режущий диск, к которому прикреплены лезвия. Теперь давайте посмотрим на лезвие на L20. Этот робот имеет ширину стрижки 18 см. Лезвие состоит из четырех отдельных фиксированных ножей из нержавеющей стали, заостренной кромкой длиною 2 см. Один сантиметр из которых находится под углом 45 градусов для облегчения мульчирования. Весь диск сделан из листа нержавеющей стали толщиной 1 мм. Давайте снимем этот диск и посмотрим на него более внимательно и сравним с лезвием 310. Теперь у нас есть оба ножа, снятые с роботов, и мы можем поближе рассмотреть их конструкцию. Как вы можете видеть, они сильно отличаются друг от друга. Скварна 310 имеет диск из ОБС-пластика с тремя отдельными режущими лезвиями, прикрепленных с помощью винтов с крестообразным шлицом к латунным вставкам. В то время как нож у Амброджио представляет собой конструкцию сцельного листа из нержавеющей стали с четырьмя жесткими лезвиями по внешней стороне. Лезвия также немного отличаются, потому что 1 см режущей кромки спрофилирован под углом 45 градусов, а другой расположен горизонтально. Это, по-видимому, помогает при мульчировании, чтобы действительно многократно измельчать скошенную траву. Что примечательно, так это то, что я бы сказал, что лезвие у Амброджио, несмотря на то, что оно составляет 18 см против 22 см, у Husqvarna кажется на 50% тяжелее, потому что оно полностью из нержавеющей стали. Они лезвия из нержавеющей стали, прикрепленные к пластику, поэтому оно кажется очень надежным. Производитель Husqvarna рекомендует эти лезвия менять каждые 3-4 недели. Амброджио рекомендует менять нож один раз в год, поэтому вы можете использовать такой нож в течение всего сезона. Для этого робота также доступен дополнительный звездообразный нож в качестве дополнительной опции для работы в паре с эффективными ведущими колесами для высокой травы. Ведущие колеса. Хорошее цепление с поверхности вашего газона абсолютно необходимо для успеха любой газонной косилки робота. Поэтому давайте посмотрим на конструкцию этих двух разных роботов и посмотрим, чем они отличаются. Мы начнем с Husqvarna. Идущие колеса Husqvarna имеют ширину 32 мм и диаметр 2 см. Они изготовлены из жесткого пластика, и у них жесткие пластиковые протекторы, которые не гнутся. Эти маленькие прямоугольные протекторы твердые, и они не гнутся. Если мы посмотрим на колеса Ambrojo, то увидим, что они имеют совершенно другую конструкцию. На самом деле, половина ширины машины занята шириной этих колес. Это колесо шириной 85 мм и диаметром 13,5 см. Они сделаны из мягкой гибкой резиновой шины на пластиковой ступице. И эти протекторы колес действительно вгрузаются в землю. Поэтому, идет ли дождь или у вас утренняя роса, эти колеса будут иметь фантастическое сцепление с газоном. Когда они пересекают дорожки, соединяющие смежные участки газона, с этими колесами не должно быть никаких потерь сцепления. Давайте снимем их сейчас и посмотрим поближе. Я снял одно из ведущих колес каждого из этих роботов, чтобы мы могли рассмотреть их поближе. Мы начнем с Ambrojo L20. Это колесо состоит из двух частей, имеет пылезащитный колпак крепления. Сама шина фактически отлита в эту ступицу из ЭБС-пластика толщиной 5 мм вокруг внешней стороны обода. А сама шина сделана из этого гибкого резинового каучука APND, наполненного пеной. Имеет огромное сцепление с поверхностью, когда вес робота прикладывается в земле, и колесо начинает сминаться. Вы можете видеть, как эти гибкие выступы протектора шины угрызаются в землю. Поэтому, даже на такой гладкой поверхности, как этот стол из нержавеющей стали, у вас есть огромное тяговое усилие. Вы знаете, вы не сможете заставить его соскользить вообще. Поэтому, если вы представите, что робот едет по бетонной дорожке или брусчатке, чтобы добраться с одной лужайки на другую, имея такое серьезное сцепление, вы вряд ли столкнетесь с его пробуксовкой. То же самое касается движения робота по мокрой или влажной траве. Такие колеса действительно будут грызаться в земле. Еще раз посмотрим на Husqvarna. Это конструкция из четырех частей. У нас есть фиксирующая крышка, затем у нас есть декоративный колпак, затем само колесо, а сзади у него есть защелкивающийся полизащитный чехол, чтобы не допустить попадания внутрь его травы. Как я упоминал ранее, в этом видео протекторы колес на самом деле сделаны из твердого пластика. Поэтому, когда робот едет по земле, эти протекторы не угрызаются в землю, а просто скачут по гладкой поверхности, как эта. У них нет абсолютно никакого сцепления, поэтому вы можете представить, что если бы это было на мокрой земле или на мокрой поверхности, то будет аналогичное отсутствие сцепления с поверхности. Другая вещь, на которую стоит обратить внимание, это общая ширина двух ведущих колес. На Амброджио это более половины фактической ширины робота, поэтому у вас есть огромное пятно контакта с землей, гарантирующее, что у него хорошее сцепление. Если мы проведем такое же сравнение с двумя колесами Husqvarna, то вы можете видеть, что общая ширина колес составит лишь незначительную часть общей ширины робота. Сейчас посмотрим на передние колеса. Я поднял Амброджио так, чтобы передние колеса были примерно на такой же высоте, как и у Husqvarna. Так, чтобы вы могли видеть их рядом. Вы заметите, что оба производителя имеют два передних колеса в стиле самоуправляемых колес. Ширина протектора колес на Husqvarna составляет 32 мм, такой же, как и задние колеса, а на Амброджио ширина 30 мм. Диаметр колеса на передней части у Амброджио составляет 80 мм, а у Husqvarna 100 мм. Оба производителя используют стержень из нержавеющей стали для осей. Его толщина составляет 8 мм у Амброджио и 6 мм у Husqvarna. После разговора о ведущих колесах я хочу поговорить о подвеске или способе, с помощью которого 4 колеса смонтирую на этих двух роботах. Чтобы было легче понять, я собираюсь снять крышку бампера на Husqvarna, чтобы вы могли видеть передние и задние колеса вместе. У Амброджио они уже видны. Снимем верхнюю крышку бампера. Я уже отключил некоторые электрические соединения с передней. Итак, оба робота используют 4-х колесную конфигурацию. Однако все роботы Husqvarna имеют полностью фиксированные жесткие шасси. В то время как большинство роботов Амброджио используют какую-либо подвеску. Поэтому, когда одна из неровностей на газоне заставляет одно из колес немного подняться, сцепление с ведущими колесами не теряется. Я покажу вам пример этого. Это 5-миллиметровый предмет, и я положу это под переднее колесо, чтобы представить, как этот робот проходит через очень небольшую неровность. Вы можете увидеть, как внезапно вся машина начнет качаться, и это колесо можно свободно вращать. Колесо с другой стороны полностью не касается земли. Поэтому я покажу вам, что это колесо свободно поворачивается. Так что тяга от одного из задних ведущих колес полностью пропадает. Если мы проделаем то же самое на Амброджио, вы можете увидеть, что есть поворотный механизм, который позволяет роботу ездить по неровностям газона. Поэтому, если я положу под него 5-миллиметровый предмет, вы увидите, что нет абсолютно никакой потери контакта ни одного из ведущих колес. На самом деле колеса имеют ход 25 миллиметров. Так что, если я подложу брусок толщиной 25 миллиметров, и вы можете видеть, что все колеса надежно остаются на поверхности. Я повернул робота вокруг, и вы можете видеть, что все колеса соприкасаются с землей. Даже если это колесо находится в 25 миллиметрах от земли, оба задних колеса также плотно остаются стоять на земле. Если Husqvarna едет по пересеченной местности, как этот 25-миллиметровый брусок, то, как вы можете видеть, соседнее колесо вывешивается на расстоянии 25 миллиметров от земли. Так что вы можете видеть, что он становится довольно неустойчивым. В то время как этот робот может свободно двигаться и работать по неровностям и естественным изгибам вашего газона. Бамперы и датчики столкновения. Оба робота используют совершенно разные методы для обнаружения препятствий на газоне. Это может быть дерево, предмет садовой мебели, сарай, или что-то твердое, на что робот может наткнуться, а затем изменить направление движения. Мы начнем с рассмотрения Husqvarna. Husqvarna использует конструкцию плавающей верхней крышки. Поэтому, как вы можете видеть, здесь крышка может свободно перемещаться в любом направлении. Так что робот, наезжая на препятствие, если препятствие находится слева от машины, будет прижимать крышку вправо. И робот может интерпретировать это и изменить направление, отворачиваясь от него. Если что-то столкнется лоб в лоб и толкнет крышку прямо назад, робот может развернуться назад и изменить направление движения. Это достигается за счет того, что верхняя крышка установлена на трех пластиковых шаровых шарнирах, которые подпружинены, что обеспечивает свободное движение, но заставляет крышку вернуться обратно в нейтральное положение. Я сниму эту верхнюю крышку и покажу вам, как это работает. Итак, сзади у нас есть два пластиковых рычага с маленькими шаровыми шарнирами наверху. Они подпружинены и всегда возвращаются в нейтральное положение. Спереди здесь у нас есть еще один. Он немного отличается, у него есть резиновый пыльник вокруг него. Также у него есть свободное движение в любом направлении, но еще он может двигаться и вверх-вниз. Это потому, что есть датчик, определяющий, поднимается ли крышка во время ее работы, и как робот отслеживает движение. На верхней крышке есть датчик кола, установленный под этой частью корпуса, и который отслеживает движение верхней части корпуса, потому что здесь спереди располагается магнит. Когда эта крышка перемещается назад и вперед, или из стороны в сторону, магнит, который находится непосредственно над датчиком холла, в этой части корпуса интерпретирует это движение программным обеспечением и уговорит роботу изменить направление. Это одинаковая конструкция на всех роботах Husqvarna. Все они используют эту плавающую крышку, установленную на этих шарнирах для обнаружения столкновений. Л-20 на самом деле использует три разных метода для обнаружения препятствий на газоне. Первый из них – это механический бампер передней части робота. Здесь он прикреплен к шарниру из нержавеющей стали, которая дает роботу вертикальное движение бампера и передних колес, которые я показал вам ранее в этом видео, чтобы он мог справляться с неровностями. Но он также может двигаться из стороны в сторону и прямо назад для обнаружения препятствий. И этот шарнир из нержавеющей стали имеет прикрепленный к нему магнит. И, как и на Husqvarna, есть датчик холла, который отслеживает движение этого магнита. Поэтому робот может интерпретировать столкновение с твердым телом объекта. Необычная вещь, которую я не видел ни у одного другого робота раньше, это оси передних колес, которые фактически встроены в конструкцию бампера. Это особенно хорошо для обнаружения низких твердых препятствий. Я приведу вам пример. Если я возьму этот маленький деревянный брусок, который будет слишком низким, чтобы быть обнаруженным практически любым роботом на рынке, который использует для этого свой корпус из имеющегося зазора между крышкой и землей. Кстати, некоторые из ранних роботов Amrodja также используют свой корпус для обнаружения препятствий. Эта конструкция, поскольку робот подъезжает к твердому объекту спереди, упирается в переднее колесо и фактически сдвигает бампер назад и определяет его как препятствие, чтобы робот мог сдать назад и изменить направление движения. Это довольно приятное новство, которого я ранее не видел. Второй метод. Материнская плата, оснащенная твердотельным акселерометром, таким же, как и в большинстве смартфонов, использующего в сочетании с фитнес-приложениями для отслеживания скорости и движения человека, идущего по кругу. У этого робота он есть, поэтому он может сравнить ожидаемую скорость движения с фактической скоростью. Поэтому, если робот внезапно останавливается, и даже если что-то не активировало бампер, он может использовать эти данные, чтобы заставить его вернуться назад и изменить направление. Теперь третий метод, который используется для обнаружения столкновений. Это алгоритм, называемый мониторингом приводного тока. Поэтому у этого робота есть допустимый диапазон тока, который, как ожидается, будет потреблять двигатели заднего привода. Если он внезапно повышается, как это происходит, когда робот буксует, упиршись в дерево или в предмет мебели, он может использовать эти данные в сочетании с данными акселерометрами, чтобы принять решение остановиться и изменить направление движения, так что это три метода, которые использует Амброджио для обнаружения столкновения прикошений. Впервые в моих видеороликах я собираюсь скрыть корпус в этих двух роботах, чтобы мы могли заглянуть внутрь и посмотреть, как они сделаны. Итак, просто отсоединим этот ленточный шлейф, и тогда эта верхняя крышка может быть полностью снята. Так что вы можете видеть здесь, это нижняя часть датчика переднего бампера, джойстик в сборе, а здесь плата датчика холла и магнит. Так что когда он перемещается из стороны в сторону, магнит перемещается дальше или ближе к датчику холла, и это то, что позволяет роботу обнаруживать удар. Я просто подниму корпус, чтобы вы снова могли видеть, что внутри много свободного пространства. Я не знаю, почему здесь так много пустого места, но, как вы можете видеть, у вас есть два приводных двигателя здесь, а внутри этого узла регулировки высоты у вас расположен двигатель ножа, который приводит в движение диск с лезвью. Сзади здесь есть материнская плата и батарея. На самом деле они находятся здесь между двумя приводными двигателями. Я сниму через мгновение и рассмотрю поближе. Ладно, сейчас я открою L20 и загляну вовнутрь. Давайте снимем колпаки с колес и перевернем его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, верхняя крышка стенки. Мы можем немного осмотреть внутри L20. Начнем с передней части. Вот этот блок GSM и GPS. Это антенна сверху с платой GPS. Внизу, в центре машины, вот это бесщеточный индукционный двигатель ножа, а затем сразу за ним батарея. Далее материнская плата, разделенная на две секции. Это логическая плата, а ниже плата драйверов, которая разделена на две части, но мы поговорим об этом подробнее чуть позже. Так выглядит внутри L20. Сейчас я просто покажу вам Husqvarna Bucobox Ambrosio, чтобы вы могли видеть компоновку. Хорошо. У обоих роботов предварительно снята верхняя крышка и отложена в сторону. Роботы я расположил рядом с друг с другом и хочу показать вам пару вещей. У обоих роботов есть прокладка, которая уплотняет место стыка верхней половины корпуса и нижней, а также герметизирует от погодных условий и проникновения воды. Там есть хорошая резиновая прокладка, чтобы не допустить проникания влаги. Две половины корпуса Husqvarna удерживаются вместе с помощью саморезов из нержавеющей стали, которые вкручиваются прямо в пластиковые втулки, которые вы можете видеть по всему корпусу. Ambrosio скрепляется винтами с резьбой из нержавеющей стали, которые входят в латунные вставки. Они приложили дополнительные усилия и на внутренней части верхней крышки предусмотрели латунные вставки с резьбой для надежного и многократного соединения. И это всего лишь небольшая деталь. Теперь, когда вы посмотрите на передние колеса на двух роботов, одна из вещей, о которых я не упомянул ранее при сравнении передних колес, они не только являются активной частью переднего бампера, у них также встроены датчики подъема, так что вы можете видеть небольшое движение с каждой из сторон робота. Датчики подъема, которые считывают, находится ли колесо на земле, упало ли оно в яму, упало ли оно с бордюра или что-то в этом роде, так что это довольно полезная функция. В роботе есть два датчика подъема, они также обнаруживают, когда робота поднимают. Два передних колеса опускаются, и это распознается как подъем робота. На Husqvarna передние колеса полностью зафиксированы, и вообще нет никакого вертикального движения. Они на самом деле держатся на удивление просто с помощью оцинкованной стопорной шайбы Starlock, такой же, как обычный зажимной фиксатор. Я ожидал, что это будет гайка, электронный зажим или стопорное кольцо, но да, на самом деле это просто оцинкованная стопорная шайба. На броджу это электронный зажим из нержавеющей стали, его очень трудно увидеть. Я вставлю фото, чтобы вы могли увидеть его. Таким образом, вал удерживается с помощью аккумулятора электронным зажимом.